Здравствуйте, казахстанцы! Здравствуйте, уважаемые инвалиды Казахского общества слепых! Сегодня в эфире мы хотим инвалиды первой группы по зрению также являемся членом общества слепых пояснить вам, что у нас идет Казахское общество слепых беззаконие на протяжении четырех лет и сейчас продолжается беззаконие. Во-первых, Алмат Сабиджанович общество слепых управляет четыре года, он также беззаконно. И вы поймите одно, его только пленум избирал, но не съезд. Это вы тоже знали, почему-то промолчали. И юстиция, министерство зарегистрировало опять незаконно. Ну, вы знаете, как это просто так не делается. Юстиция зарегистрировала за большие деньги, нарушил закон Конституции. Казахстан Жомард Кемилович, мы уже устали от всяких неправильных действий, от беззакония устали. Когда у нас будет закон существовать, который вы в Конституции вписали? Во-первых, вот смотрите, сейчас с 9 числа Алмат Сабиджанович, который правит общество слепых, является председателем КОСА. Он не должен с 9 числа действий продолжать. Он должен освободить свое место. Итак, он четыре года продолжал беззаконие. Это на протяжении этих четырех лет поддерживала судья бывшая, которая, она в 2006 году попала подозреваемым. И каким-то образом она как-то вышла с этой ситуации. До сих пор устраивает не только она в государстве, и нам устраивает в общество слепых беззаконие. Во-первых, он в пьяном состоянии, он похвастался, что у меня мохнатая рука очень четкая. Я что хочу, то и ворочу. Ну, на самом деле он это делает, и не пугается ничего. Его поддерживает Распеква Кульнара Курасовна, так как является подругой ее Дарига Назарбаева. Вот поэтому у нас все в беззаконии. Суды на протяжении вот четырех лет мы подавали юстицию в суд в Есильский городской. И во всех мы проигрываем, потому что там опять эта мохнатая рука хорошо действенно работает. И что же нам делать? Как нам жить? Вы на этой нищенской пенсии 65 тысяч, как вы кинули как собакам косточку, устали жить. У нас и лекарства дорогие, жизнь дорогая. Вы же как слышащие государства, почему не принимаете меры? Так как было сказано в начале, с 8 февраля закончились все полномочия у Центрального правления КОСА, то есть у Назарбаева и всех его заместителей. Но они до сих пор пользуются этими прерогативами так же они, что во время 2017 года, вы посмотрите, у них были такие зарплаты, что у председателя, что у его заместителей, что этим зарплатам могут подзавидовать даже сами депутаты. За деньги общества слепых, которые поступают туда со всех регионов, со всех предприятий, корпоративных фондов, что он сделал? Он приобрел три квартиры для себя, для своих замов в Нур-Султане. И все эти четыре года, они работают так, хотя фактически они проживают и прописаны в городе Алматы. И каждые праздники, каждые субботы, воскресенья с Нур-Султана в Алматы, они не ездят на поездах, они летают на самолетах. Так же я обратно, за счет общества слепых. Теперь, 8 февраля у них закончились полномочия. Так же у них должно быть закончиться полномочия, не только полномочия, но и так же финансирование, их заплаты, но они до сих пор это получают. Уважаемый господин президент, просим вас проследить, почему Министерство юстиции до сих пор не прервало с ними регистрацию. Куда смотрит генеральная прокуратура, так как эти деньги они берут же также из кассы общества слепых. И почему это все так происходит? Потому что у председателя ЦП Коса, как говорилось здесь, очень большая крыша. Это взято, как говорится, не из воздуха. Дыма без огня не бывает. Это и слухи, и факт, что он сам, будучи в нетрезвом состоянии, говорил. Мне ничего не страшно, так как у меня есть большая крыша в лице Респековой Гульнаровой Разовны, которая работает в аппарате президента. И так же у этой женщины есть такая же поддержка и Мажелиси в лице Дориги Назарбаева. О чем можно говорить? Сейчас, как было сказано, все суды с 2017 года мы проигрываем. Почему? Потому что такая крыша большая. Если говорить честно, то все суды у нас в Казахстане, они все подкупные, продажные. Возьмем за пример недавнее сообщение по новостям, что судья Верховного Суда был пойман с большой взяткой. Если уж сам судья Верховного Суда берет взятки, о чем можно говорить тогда? Про ниже стоящие инстанции городские, районные, областные. Там уже, если вверху творится такое беззаконное, там вообще бардак. Потому что все решается в пользу толстых и больших кошельков. Но не в пользу простых инвалидов и простых граждан. Также можно сказать, что эти же все деньги он пускает на что? На Урозбаев. Вначале, когда он заступал на пост председателя ЦП, он обещал всем инвалидам, что он построит общежития. Будет заботиться о них. После того, как вступил, он, его слова, я этого ничего не обещал. А посмотрите, в Толгаре инвалиды живут в каком общежитии. Это не общежитие, это можно назвать сараем. А сам же, за счет этих же денег, он построил в Алматы, по улице Муратбаева, возле первого предприятия, шикарный бизнес-центр. А на кого он будет работать, это вам уже будет понятно. Так как если он построил сам для себя. Вот я еще что хочу сказать. Предприятие он развалил, считайте, что. Например, работало Козловдинское общество слепых. Его взяли, директор, который работал очень четко. И из личной неприязни взял, уволил, поставил музыканта. Музыкант, музыкант, вы понимаете, он может играть на пианине, на домбре, но не деятельности предприятия. Предприятие может поднимать, которое он понимает в госзакупках, в всяких тендерах может участвовать. Если человек, музыкант, он не понимает в этих сферах, как же он будет тянуть это предприятие. Конечно, предприятие, оно развалилось, там уже не работают. Слепые лично, неоднократно мне жаловались, что уже мы без работы на одной нищенской пособии остались. И также Астана тоже очень хорошо работала, тоже работали. Три года просили, чтобы оставили астанинского директора. Нет, он из личной неприязни опять тоже снимает. Вот это, знаете, футбольная команда устроила, и гонение устраивает в предприятиях, которые он сам, не знаю, и бизнесменом не хочу назвать, и производственником тем более не хочу назвать. У него ненависть к народу, выборчиво работает. Купила она моей личной племяннице за то, что она работает у него инспектором, двухкомнатную квартиру. А слепые померут с китайцами под квартиром на нищенской 65 тысяч. Да они уже устали. Мало того, что не видят. Ведь они же тоже не молодые. Возраст тоже подходит. Тоже другие болезни есть у каждого инвалидов. Во-первых, он ему что устраивает? Мои одноклассники смотрят. Кульшахар бы, говорит, за тебя так просили, за Азиза, чтоб тебя народ. Нет, не возьму. У него личная неприязнь. Не только к народу. Вот я лично и ко мне, и к моему мужу, и вообще ко всем слепым. Во-первых, председатель, он не должен выбирать, кто там хороший или плохой. Он должен народ свой уважать. А он не уважает никого. У него личная ненависть к народу. Обшежитие не снабжает. Во-первых, толгарское обшежитие сейчас мой муж заделал. Да такое страшное обшежитие. Косым шумарки мелочь. Я в эфире через канал Аблязова. Мы выставляли. Нам больше никакое... Вы, например, мы к вам не можем достучаться. Почему вы, простой народ, не хотите принять? Неужели мы хуже кого-то? Примите нас, пожалуйста. С юристом вместе мы подойдем. И правда, поясним. Все документы предоставим. И будем... Почему нас тоже не хотите слышать? Услышите нас тоже. Мы уже устали. Вы говорите, вот выходите на незаконные митинги. Как не выходить, если действительно к нам так черство относятся? Действительно, настолько уже нету слов. Как вам еще донести? Вот еще что хочу сказать. Вот все предприятия полностью уже почти остановились. Уже вообще-то общество слепых можно закрыть. Потому что единичные свои приближенные люди кормятся. Познословные суммы себе выделяют. Например, в Астане живут. Три квартиры купили. Они тоже это незаконно наши деньги использовали. Это наши деньги общества слепых. И как нам быть-то? Свои же деньги мы не можем увидеть и потратить на свои нужды. Только один наурусбайм со своими приближенными. А которые приближенные, я вам скажу, такие же инвалиды. И у них дети, внуки, инвалиды. И бессовестно тоже к нам относятся. Я к одним его приближенным относилась. Вы факты доносите. Я говорю, слушай, дорогая, у тебя и внуки слепые, и дети слепые. Как же ты так можешь говорить? Что вот так факты. А что, не факт налицо? Он в 2017 году не был избран съездом. Уже этот факт. И вообще эту юстицию, министерство, надо наказывать за то, что он незаконно регистрировал Алмата Собиджановича. На каком основании у него большой долг 134 миллиона 280 с лишним тысяч тенге государство должен его зарегистрировали. Тут бывает, которые 200 тенге должен, бывает налог. И то на самолет посадку не сажают. А почему-то его зарегистрировали. Опять эта махнатая рука Гульнара Уразина распеков послужила. И зачем она так с нами поступает? Нам очень тяжело жить. Уважаемые инвалиды Казахского общества слепых, инвалиды Казахстана, за себя стойте и выступайте, выражайте свои, что у вас наболело в душе. И говорите всю правду. Не давайте этой коррупции воровать наши собственные деньги. Алмат, он действительно, вот честно скажу, пусть он мне по судам 105 раз таскает. Он был хамом, родился хамом и умрет хамом. Уважаемые инвалиды Казахстана. Продолжение следует...